Ребят, всем привет! Если вы смотрели наше последнее интервью с Владом Соколовским, интервью с душой, то там мы подняли одну интересную тему, касаемо отношений. Я ему задал вопрос, как ты думаешь, когда люди должны жениться? И он мне сказал, что надо сначала пожить, почувствовать внутри, спустя время, притереться друг к другу. Ну, мол, узнать человека получше. Хотя в любом случае человек — это живой организм, который меняется 24 на 7, и он может измениться даже после брака, как ни странно. Люди иногда с ума сходят, живут нормально, а потом в какой-то момент раз просыпаются другим человеком, и ты не предполагал этого никогда. Поэтому человек, он всегда полон сюрпризов, как говорится, чужая душа потемки. И на самом-то деле мы не знаем, что у человека на сердце, и никогда не узнаем до самого последнего момента. Расскажу, как я считаю, исходя из своих наблюдений, которыми я уже делился в Инстаграме, на Ютубе тоже рассказывал про это в интервью, что если посмотреть сравнительный анализ того, сколько в браке нашей бабушки и дедушки, и сколько в браке современной семьи, и даже просто взять, вот далеко ходить не надо, мои родители развелись, когда мне было 15. Ты задаешься вопросом, почему так происходит? Почему люди раньше жили по 60 лет вместе, по 70 лет вместе, а сейчас нас хватает 2-3 года, 5, ну 10, это вообще уже хорошо. Это в современной семье. У нас родители уже срок уменьшился, типа 20 лет, это уже такая кризисная точка была. Там 15-20 лет, и все, и люди разводились. Прям была волна разводов, я знаю, у меня многие друзья, у кого родители развелись. И я сам разводился, спустя, меня хватало на 2 года, я разводился. То есть у меня так было. И я потом думал, почему так происходит? Кто-то писал, что раньше было время такое, типа было стыдно разводиться, но я думаю, дело вообще не в этом. Дело не в том, что там в Советском Союзе было стыдно разводиться, или что на тебя там покажут пальцем, ах ты разведенка. Дело вообще не... Я считаю, это какую-то роль сыграло, но не ключевую. Это точно. Во-первых, у меня есть несколько убеждений на эту тему. Первое. Я считаю, что любовь, она приходит в браке. Потому что все, что до этого, это просто химия. Ну, момент влюбленности. Там как-то цветочно-конфетный там перевод называется. Ты это просто чувствуешь, да? Вот у тебя эмоции плещут. Ты такой думаешь, да, это та самая. Но потом, когда ты начинаешь жить с человеком, это 100% уходит. То есть вот этот, когда у тебя горит одно место, оно в какой-то момент затухает, и уже там просто как уголек. Есть ты его можешь либо раздувать, и он будет тлеть. Если ты его оставишь как есть, как бы он просто все стлеет, как бы и... Точнее, он просто оставил, он просто потухнет, все, уже уголь... Уголь остынет, если на него не дуть. То же самое с отношениями. Если над отношениями не работать, то какая бы там страсть у тебя вначале не была, она пройдет. Потому что любая химия, как бы любая химическая реакция имеет свойство заканчиваться. Поэтому я считаю, что в идеале выбор спутника жизни должен основываться на двух вещах. Это, безусловно, вот внутреннее вот это чувство. Возьмем это, назовем химия, да? Какая-то легкая хотя бы даже просто интуиция, что это твой человек, да? Что тебе это надо? И второе – это разум. Когда ты рационально понимаешь, сопоставляет ценности, интересы и жизненные цели, что тебе с этим человеком по пути. Что будет, если выбирать только на эмоциях? Я уже это сказал. Выбираешь только на эмоциях, начиная жизнь с человеком, эмоции проходят. Ни интересов, ни ценностей, ни убеждений. Вам не о чем поговорить, вам не о чем помолчать, и вам не о чем, и не над чем посмеяться вместе. То все, отношения утухают, и вы думаете, наверное, просто не тот человек. И начинаете снова и снова, снова и снова, снова и снова наступаете на одни и те же грабли. Потому что одна из самых больших привязанностей человека – это чувство. У кого-то красота. То есть у мужчин часто они выбирают, там есть люди, кто смотрит на красоту, он прямо держим красотой. Он думает, вот не дай бог там, у меня раньше было так, что не дай бог вот тушь упала на глаза, знаете, здесь комочек от туши, я мог уже с человеком не общаться, мне он уже был противен. То есть таким я был идиотом, зацикленным и привязанным к красоте и к чувствам. То есть мне важно было, чтобы я чувствовал, чтобы прям любовь, и я такой, ааа, как же так? Вот мне это было важно, реально. Я был в погоне за этим. И каждый раз, когда я за этим гнался, ну что-то не складывалось. То есть все какие-то проблемы, проблемы какой-то там, мозгодельня какая-то бесконечная, вампиризм, какие-то созависимые отношения. То есть все было не круто. Хотя я, безусловно, благодарен этому опыту. Я его ни в коем случае не обесцениваю, потому что я понимаю, что если бы этого опыта не было, я бы вообще не понял, как строить отношения. Поэтому все отношения, которые у меня были, это я им, естественно, благодарен, потому что они меня, в принципе, сделали тем, кто я есть. Как бы глупо обесценивать то, что делает тебя лучше или показывает, как не надо. Поэтому, если вы будете выбирать только на эмоциях или будете привязаны к чувствам и хотеть от партнера только чувства, вы всегда будете этим испытаны. Знаете, как сказано, человек всегда испытан тем, тем, что он больше всего любит. И когда у человека есть какая-то привязанность, то Бог всегда делает так, чтобы у человека эту привязанность отбить, потому что это нездоровая привязанность. Любая привязанность убивает не только алкоголь, не только сигареты, но и люди убивают людей из-за привязанности, из-за чувства. Вы, я думаю, слышали истории, когда люди сходили с ума, там, поканчивали жизнь самоубийством, в порыве гнева, там, недавно я видел новость, как человек расчленил свою жену, потому что она ему изменила. Что это, если не привязанность? Это, по факту, больная привязанность. В какой бы форме она ни была, отношение это или алкоголь, это одно и то же. Поэтому, когда ты в погоне за чувствами и за эмоциями, ты всегда будешь этим испытан до тех пор, пока это не отпустишь. Это как, знаете, есть такая классная притча, как стоит всадник, я уже ее рассказывал, по-моему, у себя, но расскажу еще раз. Стоит всадник, он сидит на коне, в пустыне светит солнце, и тень находится всегда впереди него. И он говорит своим сподвижникам, я вам сейчас покажу вообще суть мирской жизни. И начинает как оголтелый просто скакать. Гонит лошадь на полных скоростях, и тень всегда впереди. Всегда. То есть он не может ее обогнать вообще никак. Потом он резко разворачивается, опять бежит, и тень всегда сзади. И он подходит и говорит, вы поняли вообще суть? Они такие, нет. Он говорит, я вам показал суть мирской жизни. Когда ты за ней несешься, как на коне, как одержимый, она всегда будет впереди тебя. То есть она как бы, знаешь, она как, чем больше женщину мы любим, тем меньше нравится мы ей. Вот это из этой серии. То есть чем больше ты гонишься за жизнью, за страстями, за своими привязками, тем дальше они от тебя находятся. То есть у тебя как морковка, ты ослик, и тут морковка, и ты ее никогда не догонишь. Но как только ты от этого отворачиваешься и начинаешь это отпускать, это начинает как тень всегда следовать за тобой. Вот это суть. В принципе, ну всего денег, отношений, каких-то достижений. Когда мы сильно чего-то хотим, когда мы на этом привязаны, зациклены, когда мы этим одержимы, по какой-то причине мы этого не получаем. Как только мы эту ситуацию отпускаем, расслабляемся, к нам приходит то, чего мы хотим. Да, потому что эта цель нас не убьет. Потому что если зависимому человеку дать еще одну дозу, она его убьет. Поэтому Всевышний делает так, чтобы человек себя просто не убил своими хотелками, своими вот этими целями, которые он ставит. Потому что если он сильно на этом зациклен, то эта цель, когда он ее получит, она его либо испортит, либо развратит, либо утянет его на дно. И поэтому либо такому человеку дается, чтобы он еще больше ушел, еще больше углубился, еще больше вреда себе причинил. Либо наоборот, как бы жизнь заботится о человеке и ему это не дает, понимая, что он очень сильно от этого зависим, очень сильно к этому привязан. И когда он это потеряет, он не сможет этого пережить. У меня у брата, точнее у моего друга, дядя, у него был сердечный приступ, когда у него украли машину. Что это? Привязка. То есть такая сильная привязка к материальному, что как только ее забрали, у человека бахнул сердечный приступ. Понимаете, это к машинам, а к людям мы привязываемся еще сильнее. Поэтому, когда ты одержим эмоциями, одержим чувствами, ты либо не будешь находить этого, потому что тебя это убьет, либо всегда будешь попадать в такой переплет жесткий, когда тебя будет изматывать до состояния, когда ты уже просто не в себе. Но это нормально, это опыт. То есть люди чаще всего из этого делают выводы. Вы если смотрели Влада, то его вот эта безумная любовь, она его немного в другое увела, в достигаторство. Он начал доказывать всем женщинам, что он красавчик. Да, но в итоге все равно пришел к тому, что ну к осознанности какой-то. То есть начал работать над собой, понял, что это не тот путь. Поэтому для меня формула идеальных отношений, выбора спутника, это безусловно вот это интуитивное чувство, что с этим человеком тебе по пути и рационально ты понимаешь, что у вас есть много общего. Цели, опять-таки, убеждения, какие-то установки, стремления, как я уже сказал, чтобы вам было о чем помолчать. Это основное. Дальше, когда нужно жениться и почему я привел изначально бабушек и дедушек, раньше как было, рыцарь на белом коне, когда принцессу спасал из заточения, из замка, он говорил, я хочу, чтобы ты стала моей женой, я прошу тебя, твои руки, будь моей, я там убью дракона и мы будем жить вместе и счастливо. Он не приезжал к башне и говорил, давай я сейчас отобью дракона, а потом мы месяцок поживем в твоей башне, ну просто так почилим, притрем всех друг к другу и если не получится, я прыгну на своего коня и поеду к другой принцессе и возможно там другой принц придет и ты с ним у тебя получится. Такого не было. Всегда было так, что и даже если мы посмотрим на литературу 19 века, это наоборот, знаете, такая романтика в этом была, именно предложить женщине руку и сердце, попросить точнее руку и сердце у нее. Это было прям, это возвышалось, это считалось наоборот круто и мужчина должным образом относился к женщине и женщина должным образом относилась не к мужчине, а к самой себе, потому что не подпускала тех, кто хотел просто их поюзать. Поэтому формулировка давай поживем, посмотрим друг на друга, попритираемся, это просто вы себя размениваете, не только женщины, но и мужчины, потому что мужика тоже себя разменивает. и я это говорю не потому, что я каких-то умных книжек начитался, я вот сейчас рассказываю, я не идеален далеко и вообще не святой, и у меня был период разный, черный период, в который, ну как бы я делал какие-то вещи, за которые сейчас бы мне было стыдно. И, ну я, поскольку я, опять я повторюсь, я любой опыт принимаю, поэтому даже то, что я делал, это было мне зачем-то нужно. Но я говорю о том, что в тот момент, когда я пытался строить отношения вот таким образом, ничего хорошего не было. Когда я был в погоне только за чувствами, я не получал желаемого. Когда я был в погоне только за эмоциями или только за вот каким-то потребительством, я наоборот только, мое сердце черствело, я наоборот переставал чувствовать. Поэтому, когда люди говорят, что давай типа поживем и притремся к друг другу, вы тем самым просто размениваете свою душу на других людей. И у вас сердце, оно становится черствее, значительно. То есть это вам не приносит той радости и того удовлетворения, о котором вы мечтаете, когда в эти отношения вступаете. Второй момент. Представляете, как работает пропаганда, что сейчас, если ты типа разведен несколько раз, это хуже, чем ты уже, например, пожил с десятью партнерами и у тебя одну не получилось, не срослось, вы не притерлись друг к другу. То есть я считаю наоборот, ну, окей, лучше говорить, что пять раз я был женат, ну, например, и у меня не получилось, но я искренне и от всего сердца реально пытался построить семью. Я реально хотел, я реально создавал причины, я реально должным образом относился к себе, к женщине, и это был брак, но мы просто, ну, не сошлись, да, но мы искренне хотели строить семью, чем когда человек говорит, я там, ну, вот женщина, например, ну, я там уже десять мужиков у него было, например, ну, она притерлась, но пока не нашла своего любимого. И это типа не так стремно, как сказать, что ты несколько раз был женат и развелся, просто потому, что у вас не получилось построить семью. Но вы хотя бы старались сделать это правильно и, ну, по-честному, а не так, что вы просто друг друга юзаете, и вам за это не стыдно. Ну, как бы по мне лучше построить брак, от всего сердца попытаться это сделать, получить какой-то опыт и понять, что именно ты не так делал в семейных отношениях, чем просто жить и, как бы особенно женщине, разменивать себя на других мужчин. Потому что мужик, я вам скажу так, он-то, почему раньше рыцари-то брали и завоевывали принцесс? Потому что принцессы-то знали себе цену. Это знаете, как дикую природу взять, там, гепард, брачный танец танцует перед своей этой самкой. Она не так, что она сидит и ждет, когда там любой Вася подойдет, рядом ляжет, и они будут притираться друг к другу. Там даже там есть какие-то обряды. А люди эти обряды начинают утрачивать. Ну, у нас там есть, там, первый букет, там, цветовки, ножка, и это уже круто. Но это вообще не то. Раньше-то как было? Раньше просили руку и сердце. И реально брали в жены. Потому что, если мужчина, я вам за стороны мужика говорю, получает желаемое сразу же, у него пропадает мотивация что-то делать дальше. Потому что, ну, а что, уже все. Уже, как бы, что хотел, получил на первом этапе. Зачем дальше что-то делать? И он не напрягается. У него уже нету такого стремления, такого желания. И он сбрасывает в себя ответственность. Только если, конечно, мужчина в отношениях растет, и он потом дорастает до того момента, когда он уже готов сделать предложение. То есть, он как мужчина вырос, он понял, что он уже не пацан, которому важно просто свои хотелки удовлетворить. Он мужчина, он уже хочет семью, детей. И тогда он зовет женщину в жены. Если вас мужчина не зовет, не зовет замуж, значит, ему просто не надо. Значит, он получил все, что хотел. Ему абсолютно комфортно та ситуация, которая есть. У него нет мотивации зачем-то вас брать в жены. Нафига? Когда уже все есть, он скажет, ну, у нас же все нормально, что мы живем вместе, у нас же все хорошо. Ну, зачем? И вы ему не объясните, что я хочу чувствовать себя как за каменной стеной. Я хочу, чтобы рядом был сильный мужчина, на кого я хочу положиться. Потому что у любой женщины, что бы вы ни говорили, есть материнский инстинкт. И материнский инстинкт, любой женщине говорит, что надо строить семью только с тем, в ком я уверена, кому я доверяю и с кем я чувствую себя в безопасности. И вы не будете чувствовать себя в безопасности, если вы размениваете себя на вот такие бесполезные мутки, на бесполезные терки. потому что мужчина рядом с вами не проявит себя как мужчина должным образом. Мужчина, я считаю, одной из, как бы, знаете, характеристик мужчин, это ответственность, способность брать ответственность не только за себя, но и за другого человека. Поэтому, если мужик не зовет в жены, знайте, что ему это просто не надо. Ему комфортно, он получает все, что ему нужно, он в зоне своего комфорта, ему не надо напрягаться, ему не надо брать ответственность, и все нормально. Но это зависит и от вас тоже. То есть то, как вы себя проявите. Потому что мужчина либо рядом с вами также почувствует себя мужчиной и захочет действительно сделать, как это должно быть, либо он поймет, что там как бы все очень просто, там три киношки, два букета и привет. И можно уже пожить вместе, там поспать вместе и так далее, и так далее. Нет смысла дальше что-то делать. Поэтому, возвращаясь к разговору о первоначальному вопросу, я считаю, лучше жениться или выходить замуж, искренне пытаясь построить семью, опираться на свое сердце и на разум в совокупности. Не только на разум, потому что, если вы только разумом выберете, есть вероятность того, что вот этой химии, которой в начале не было, она и не появится дальше. Поэтому лучше, чтобы хотя бы какой-то зачаток был. Потому что, если первоначальный интерес возник, то вопрос, чтобы он возник еще раз, это только как бы, ну, совершать правильные действия, скажем так, поддерживать отношения, раздувать уголек. Понимаете? А если изначально уголь не горел, то как ты его потом вот так не стой там с газеткой, не размахивай, ничего не будет. А если просто возьмешь уголек и ничего с ним не будешь делать, он тоже потухнет. Поэтому это разум и это сердце. Вот в такой комбинации стоит искать партнера и пытаться действительно построить, построить семью реально, а не делать тест-драйв и не стесняться того там, что да, ты можешь развестись, окей, но ты пытался искренне. Надо стесняться того, что ты сделал тест-драйв, тебя поюзали, кинули и дальше ты, потом еще один такой появится, потом еще один, потом еще один и потом еще один. И ключевой момент, естественно, невозможно построить партнерские отношения, когда вы находитесь не на своем месте. Я говорил про это в своем инстаграме, то есть, что значит не на своем месте? Когда вы для партнера мамочка или папочка? Вот у меня было раньше так, что я всех, женщин пытался коучить, потому что у меня с родителями были проблемы, я исключал родителей, то есть, типа, кто я такой, чтобы меня учили, да я сам всех научу, я учил родителей, я учил друзей и, конечно же, я учил женщин, с которыми я был. То есть, я был такой коуч, папочка, который пытался решать все их проблемы. А как говорится, с детьми не спят, да, поэтому, когда ты папочка, рядом с тобой, там, дочь, у вас отношения интимные, они уходят, потому что уже все, ты занят каким-то коучем, ты постоянно мозги только делаешь, все. То же самое относится к женщине, если она по отношению к своему мужчине, и, точнее, если она изначально стоит на месте мамы, ко всем, решает чужие проблемы, вечно, знаете, всем помогает, такая мать Тереза, не может отказать, всегда хочет быть хорошей, всех спасает вокруг. То как вы думаете, каких людей будет встречать человек, кто вечно всех вокруг спасает? Он встречает только тех, кого надо спасать. Поэтому, если ты мамочка для всех, то как бы ты там не хотела построить отношения, ты будешь встречать сопляков, которым надо вечно подтирать задницу, мотивировать, вдохновлять, как мне там вопрос писали, как вдохновить своего мужчину, чтобы он развивался? Да никак, надо быть женщиной просто, и тогда мужик сам будет вдохновлен. Все. А если ты мамочка по отношению к партнеру, то мужик всегда нуждается в том, чтобы о нем позаботились, там его похвалили, погладили по головке, и сказали, давай, дорогой, у тебя все получится, я в тебя верю, ты мой опуси. Уйдут отношения, уйдет секс, уйдет понимание, потому что вы находитесь не на своем месте. Поэтому сердце, показал на голову ядрить, сердце, разум, правильное отношение к женщине, и женщине знать себе цену, не подпускать к себе непонятно кого, потому что я вас, предупреждаю о том, что мы мужчины, первоначально, вот не просто же так говорят, что мужик это добытчик, это охотник. Вот если нам, как бы, добычу дать легко, мы ее возьмем и уйдем. Я это знаю по себе, и это ненормально. Поэтому, понимаете, от вас должна быть работа, и от нас, мужчин. Мы должны работать над собой, вы должны работать над собой. Если каждый будет на своем месте, если каждый будет знать себе цену, и каждый уважать друг друга, тогда у нас не будет бесполезных терок, бесполезных муток, вот этих разбитых сердец, этих привязанностей, и так далее, и так далее. Но это большая работа над собой, большой упорный труд. И, конечно, быть на своем месте. Как выйти на свое место, это тема вообще для отдельного видео. Это я сейчас прохожу обучение длиной в год. Так что, но если вам интересно, вы про это читайте обязательно. Читайте, изучайте, смотрите ролики. У меня есть в Инстаграме прямой эфир с человеком, кто этому обучает. В общем, старайтесь понять, каково это быть мужчиной, каково это быть женщиной, каково быть дочерью, каково быть сыном, каково быть мужем, каково быть женой, каково быть мамой, каково быть папой, какая там должностная инструкция и как находиться в своей роли. Потому что, как только со своей роли уйдешь, не построишь нормальные, счастливые, долговечные отношения. Вот как-то так. От вас, по традиции, комментарий. что-то откликнулась или может быть вы вообще не согласны и вы скажете да это было старый век это в средние века было нормально сейчас по-другому серёга ну ты на тайме сектант вообще можете это написать проблем нету обсудим лайк подписка все пока